Всем здравствуйте! Прямо сейчас в эфире новости объединения церквей Краеугольный Камень. Сегодня с вами буду я, Влада, и далее вы увидите Тюремная конференция Баннаул. Неделя поста и молитвы в Ачинске. Общее лидерское служение в Новосибирске. Мерцентровой лидерский выезд в Челябинске. И детское служение в Ачинске. Тюремная конференция прошла в Барнауле. Тебе слава, слава! Тебе слава, слава! Тебе слава, слава! Иисус, слава тебе! Тебе слава, слава! 15-16 мая 2015 года в городе Барнауле прошла конференция тюремного служения. Организаторами выступили церкви Рэма «Новая жизнь» и «Краугольный камень». Название конференции – развитие тюремного служения в условиях кризиса. Представители церквей из 19 городов России собрались вместе, чтобы поделиться опытом и решить практические задачи тюремного служения. Открыл конференцию приветственным словом пастор церкви Рэма Владимир Владимирович Скандаков. Цель данной встречи – объединить усилия евангельских церквей, выработать единую систему взаимодействия и между нами и органами власти, ответственными за социальную релебитацию осужденных. Конечно, моя мечта, чтобы здесь была ассоциация или общественная организация, которая бы объединяла все церкви, организация, которая была бы юридической платформой, чтобы они могли официально делать какие-то проекты, проекты в сотрудничестве с начальниками тюремной системы Алтая. Основными спикерами конференции стали Михаил Зырянов, пастор-координатор тюремного служения от Росхве, город Красноярск, Армен Марктумян, председатель ассоциации тюремного служения города Тюмень. Особыми гостями были начальник отдела по воспитательной работе с осужденными УФСИН России по Алтайскому краю, подполковник внутренней службы Пензин Александр Николаевич и председатель общественного совета при УФСИН России по Алтайскому краю трудоношенной Елена Анатольевна. Вот, поэтому мы готовы, как общественный совет, я на сегодняшний день говорю, рассматривать кандидатуры и тех людей, которые неравнодушны и которые готовы работать и помогать. У нас большой план работы, у нас много мероприятий на сегодняшний день, которые мы проводим, и готовы проводить еще, если кто-то будет помогать и предлагать. В ходе конференции представители каждого региона дали отчеты о своей работе в тюремном служении. Они поделились опытом проведения многих проектов в колониях и за пределами в рамках социальной реабилитации и адаптации осужденных. Это и Рождественская елка, Ангела, и День защиты детей, спортивные соревнования и многое другое. Работы еще много, есть большое количество нужд и духовных, душевных, материальных, которые мы, как верующие люди, способны восполнить в местах лишения свободы. Неделя поста и молитвы за летнюю конференцию в Альчинске. Мы поем, где Господь благой и любовь Твоя навсегда. Мы поем, где Господь благой. Аллилуйя, 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 святой Господь. Уже не первый год наша церковь входит в недельный пост в молитве за летнюю конференцию. Каждый вечер на молитвенных собраниях мы поклонялись нашему Богу и ожидали, когда Дух Святой поведет нас в молитве. Пусть моя конь, он горит в наших сердцах, Господь, я прошу Тебя, Дух Святой наполни нас, Дух Святой зайди, я прошу Тебя на каждого из нас сейчас. Дух Святой, я прошу Тебя зайди, как ветер, я прошу Тебя зайди в силе своей, Дух Святой, я прошу Тебя прикоснись. Каждый день проходил по-особенному, а в среду состоялось молитвенное собрание за исцеление. На следующий день мы услышали множество свидетельств, как люди переживали реальное ощутимое прикосновение Божье, многие получили исцеление и освобождение. С работой связано, такой был стресс, и у меня воспалился лицевой нерв, у меня дергались оба глаза, в общем, долго я ничем не могла это вылечить, и там таблетки пила успокоительные, и все на свете. И потом периодически это успокаивалось, и когда я где-то нервниче начала, потому что я работаю постоянно с компьютером, и где-то напряжение в глазах, и это периодически проявлялось. И как раз была молитва исцеления. И я почувствовала, как что-то, оно просто вот вышло через правый висок, с такой вот неимоверной боли, но что-то вот прям ушло, и жар, и все, и просто расслабление полное. И я поняла, что Бог исцелил меня. Слава Богу! Христианство – это реальность Бога в нашей жизни. Все эти дни Церковь переживала особенный подъем. Бог восполнял нужды, освобождал нас, вдохновлял и ободрял. Мы верим, что Бог приводит нас на новый уровень отношений с Ним, там, где нет ничего постороннего, только Его лицо, Его присутствие, Его слава. Здесь моя слава, здесь моя слава, здесь моя слава, здесь моя слава, слава веки, аминь. Памятинь. 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 Благословение пасторов на лидерском собрании в Новосибирске. Благословение пасторов на лидерском собрании в Новосибирске. Помазал их на служение, а также молился за тех, кто начал вести их совсем недавно. В конце служения все присутствующие приняли вечерю и благословили ее, чтобы вся церковь на домашних группах смогла принять причастие. Межцентровой лидерский выезд прошел в Челябинске. В городе Челябинск прошло очень насыщенное по своему содержанию событие – межцентровой лидерский выезд. В одном месте встретились служителя из разных центров духовно-нравственного восстановления. Это мероприятие с избытком было наполнено различными свидетельствами лидеров из различных служений церкви. Провел обучающий семинар, а также молился за всех тех, кто проходит морально-нравственное восстановление, пастор Александр Филиппов. Ну а по окончании выезда каждый делился дальнейшими планами на жизнь. Кто-то планирует пойти на второй этап реабилитации, а кто-то уже готов принимать участие в различных служениях церкви. И в завершении выпуска детское служение в Ачинске. Они открыты и искренне в своих молитвах и прославлении. На детском служении всегда царит особая атмосфера. В этот вечер дети и родители вместе славили Господа не только песнями, но и вельскими танцами. Тема вечера была «Бог есть свет». Дети совместно со взрослыми рассуждали о силе света, о том, что этот свет внутри нас, и мы можем принести его во все уголки земли. Пожалуй, кульминацией вечера стала совместная молитва детей за страны Азии. На коленях дети возносили молитвы со страданием. Также было сказано слово в их жизни, что они те люди, которые пойдут до края земли и принесут перемены. Принесут Евангелие и свет во многие страны. В заключении вечера родители, служители молились за детей и посвящали их Господу. На этом у нас все. Остальные новости вы можете посмотреть на сайте Объединения. До встречи в следующих выпусках.